Христос родился. Братья и сестры, все, в принципе, сказано, ничего нового я вам не скажу. Это благородно. Давайте, во-первых, поскольку мы пытаемся основать свою веру и жизнь на Святом Писании, то вспомним несколько таких простых текстов, на которых стоит сегодняшний праздник. В принципе, сегодня в каком-то смысле Пасха, потому что в Пасху мы читаем ночью на богослужении первое зачало Евангелия Иоанна. И там говорится как раз о том, что Слово стало плотью и обитало между нами. И мы видели Славу Его, Славу, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Мы это читаем в Пасхальную ночь. А это вполне применимо к сегодняшней ночи, потому что что есть праздник Рождества? Это слово стало плотью и обитало между нами. И от исполнения его мы все приняли благодать на благодать. Ибо закон Моисеям дан бысть, а благодать и истина, и Иисусом Христом бысть. Это вполне рождественский текст. Хотя так случилось, что в церковном уставе он определен для чтения на Пасхальную ночь. Потом, например, говорит Павел к Тимофею. Говорит, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе. Показал себя ангелом. Был проповедан в народах. Принят верою в мире, вознесся во славе. Это великое благочестие тайна. Тайна – это то, что открывается достойному. Поскольку и святые тайны преподаются человеку, который верует, который обрезан духовным обрезанием. Не все всем. Но, как пишет Соломон, премудрый, гордый, ищет узнать тайное и не дастся ему. А со смиренными мудростью. И кто смиренный, Бог ему откроет какие-то великие дела свои. Это самое великое дело, которое Бог совершил. Это послание в мир Сына Своего. Сына любви Своей, который стал человеком, о чем сегодня пишется в послании Галатам. Тоже Павел пишет, что когда пришло исполнение времен, Бог посылает в мир Своего Сына, рождаемого от жены, бываемым под законом, чтобы подзаконных искупить. Значит, мы живем с вами в исполнении времен. То есть с тех пор, как Христос пришел, вернее, когда Он пришел, времена уже исполнились. То есть мы живем в некой полноте. У христиан постоянно такая вот есть тема, разговор о признаках, приближении, знамениях, намеках на страшный суд и конечные судьбы мира. Это правильно. Потому что с тех пор, как Христос родился, мы живем в последние времена. Когда пришло исполнение времен, Бог послал Своего Сына, рождаемого от жены, бывающего под законом. Значит, мы живем уже в исполнившихся временах. То есть новых пророчеств больше не будет. Уже не нужно открывать ничего человеку. Как у Христа есть три служения. Пророческое, царственное и священническое. О которых мы беседовали с теми, кто был в храме на сочельник или на прошлое воскресенье, на праотцов. Я об этом сейчас не буду повторять, сейчас просто нет времени. Но Христос, он пророк, возвещающий истину. И Христос есть царь царей и великий архиерей. Он и царь, и священник. То есть в нем все. А мы с вами, когда если вступим в некую сверхдействительность, в райское пакебытие, то там написано, что люди благодарят Бога за то, что Он искупил нас от всякого колена, племени, народа, языка. И что мы будем царями и священниками. Но уже не пророками. Там пророчество исключено. Будем царствовать и священствовать. Будем цари и священники. То есть нужно будет там царствовать и священствовать. Мы и сейчас можем царствовать и священствовать. Это в принципе тоже понятно. Если, например, человек царствует над страстями, то он царь. Если он, например, победил, условно говоря, обиду, гнев, зависть, похоть, он царь. Настоящий царь причем. Не фальшивый, а настоящий. Но если он приносит Богу какие-то жертвы, молитвенные, милосердные, благодарственные, жертвы различные через добрые дела и так далее, то он священник. То есть каждый из вас, в принципе, должен быть царем и священником. Пророком быть не должен. Никто из вас не должен быть пророком в смысле возвещения будущего. В смысле возвещения истины можно пророчествовать, да, можно. Дух пророчества, он даже заповедан христианам. То есть молитесь о том, чтобы пророчествовать. Там есть такое. Но пророчество, как мы много раз говорили, это не возвещение будущего, это возвещение истины. Это состояние, при котором человек проповедующий говорит людям правду, и эта правда разметает в сторону всякую ложь. Это пророчество. Но главное, нужно быть священником и царем. То есть нужно царствовать над собою, а через себя над окружающим миром, и священствовать, возносить к Богу благоприятные дары во Христе Иисусе. Всякие дары. Молитвенные, покаянные, милосердные, добродетельные, всякие тайные, явные дары. И вот Господь Иисус Христос, суммируя уже сказанное, царь наш, царь родился, получил три дара от волхвов, от Мельхиора, Гаспара, Балтазара, пришедших с дальних краев. Это маги, по-гречески и по-латински это маги. По-нашему волхвы, по-латински и по-гречески маги, которые наблюдали за звездами и пытались узнать влияние звезд на человека, и узнали, что пришел на землю искупитель грехов. Они пришли к нему с дарами, тоже тройственными дарами, с золотом, ладаном и мазью для помазания мертвых. Принесли ему дары царские, божеские и жертвенные, священнические, ибо он приносит себя в жертву. Ну и давайте заметим здесь такую очень важную вещь, такую, что к Христу пришли поклониться и узнали о его Рождестве самые умные и самые простые. Самые умные маги, Мельхиор, Балтазар, Гаспар, которые в западной иконографии изображаются белым, черным и каким-то там еще, ну короче, семитом, хамитом, ефетитом. То есть как бы такое некое суммарное приношение всего человечества, что в принципе близко к истине. Может быть это и вся истина. Вот они, значит, мудрые, они наблюдали за звездами. И пастухи, которые кроме своих овец и то, что овца дает от себя, шерсть, сыр, молоко, они больше там в принципе больших вещей не знали. И вот заметьте себе, что Христа узнали самые мудрые и самые простые. Буржуазное общество, общество капиталистическое, общество демократическое, либерально-капиталистическое, вот это вот то, в чем мы, как бы сказать, живем. Это общество, которое опирается, так называемый, на средний класс. Те, кто в серединке. Не очень богаты, не очень бедны, не очень умны, не очень дурны. Вот так в серединке. Эти люди вообще без Христа. Вообще Христос не нужен. Те, кто в серединке, вообще Христос не нужен в принципе. Ни Христос им, ни Он Христос. Короче, там вообще кошмар какой-то с этими, те, что в серединке. К Христу приходят очень умные и очень простые, а те, что в серединке вообще, ненужен им Христос, вот ненужен им, средний класс так называемый, эти довольные сами собой, а мы в Мальдивы летали, а мы там солярии загораем, а мы тудым, а мы сюдым, а мы там по феншую тахту крутим, им не нужен Господь. Это сумасшедший народ, в которых нет ни простоты, ни величия, они на средний класс. И это опора современного общества, нашей цивилизации, так называемой, хваленой, которая сгорит, как пепел и разлетится, как дым, рано или поздно, потому что все сгорает и все разлетается, ничего не устоит. Великие царства пали, это ли дерьмо не устоит? Слетит, как не знаю что, не знаю откуда. Заметьте себе, что очень умные и очень простые приходят к яслям Господним, и вы должны быть или те, или те. Притом те и те очень похожи, потому что есть такие, которые очень простые, а потом присмотрився к ним, они не очень простые. Например, какой-то бомж сидит, например, подумаешь, Господи Иисусе Христе, вот же ж опустила его рука твоя ниже всех, ниже всяких плинтусов. В грязи сидит под забором, там холодеет, голодает, как бы там просит милостыню, думаешь, ну самый вроде бы смиренный человек на земле. И поговоришь с ним, и вдруг поймешь, что перед тобой гордец, которого земля не видала. Он не простой, он очень хитрый и мудрёный. Дали бы ему власти силу, мы бы все ужаснулись, и перед нами был бы новый Тамерлан. Простые – это редкость. А те, которые сильно умные, вот эти все, я же сколько раз вам говорил, что вся Академия Наук в полном составе с троем, в ногу, с барабанами и дудками должна в церковь ходить каждое утро, каждый вечер. Они же такие умные. Как же вы Бога проглядели, как этот у басни Крылова такой, слона-то я, и не заметил. Ты был в кунсткамере? Был. Что ты там видел? Букашечек, жучков там. Ох, брат ты мой, какие же у них там волосатые хвостики. Какой хоботочек тонкий у них там. Я прям в лупу смотрел, сколько ножек у сороконожки. Прям считал, там сорок у них или сорок две. Там такой, все, всех этих блох обсосал. А слон, слон, ты видел слона? Слона-то я и не заметил. Почему академики Богу не молятся? Может, они не академики вовсе? Потому что они не поняли ничего главного о человеке, о его душе бессмертной, о жизни вечной, о Боге, создавшем человека, и о премудрости Божией, заключенной в каждую клетку, в каждый атом, в каждый электрон, в каждую систему звездную. Там вообще книга премудрости столь велика, что можно с ума сойти. Лучше в это не лезть, потому что действительно можно голову потерять. А как они не уверовали в Творца Вселенной? Значит, они не умные. И получается, что тех, кого мы называем слишком умными, они не умные вовсе. И тех, кого мы считаем слишком простыми, они не простые вовсе. Те, кто типа простые, они очень сложные. А те, кто типа умные, они тупые на самом деле. У них в голове все помешано, у них там нет правды, нету света, нету истины ясной. Есть формулы, 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 а как жить они не знают. А ко Христу приходят по-настоящему умные и по-настоящему простые. И что-нибудь одно вам нужно иметь в себе, христиане. Если вы любите разум, знания, если вы, например, химик, физик, биолог, какой-то микробиолог, иммунолог, всякие там, эти все ологи, мологи, шмологи, трологи, если вы какой-нибудь тролог, шмолог, олог, вы должны быть сильно умным и вдруг должны озариться благодатью. Так там Христос, везде Христос. Я звезды изучал, а там Христос. Я начал клетку изучать, там Христос. Я начал вирус изучать, а там какая-то благодать есть, как бы там все тайна какая-то, там Бог, там Бог есть. Если этого не будет, нет смысла в знаниях. Это мусор. Мусор, грязный мусор, который не поддается вторичной переработке, это тот мусор, который нужно сжигать. Есть мусор, который сжигают, есть мусор, который перерабатывают. Так этот мусор даже переработать нельзя, он нужно просто сжигать. Знание без Христа – это мусор. Простота без Христа – это злодейство, это лукавство, это тоже мусор. К Христу приходят очень умные и очень простые до сегодняшнего дня. Волхвы, звездочеты, мудрецы, книжники и простецы, настоящие простецы, которые, может быть, азбуку не знают, алфавит не выучили, читать не умеют, но у них есть настоящая простота, Бог простой, Бог несложный. Бог – это не какие-то формулы, это тебе, значит, не три закона Ньютона. Но Бог – это простота, Он простой, как душа человеческая. Она не делится на части, она есть и все, и будет жить вечно. И вот, братья и сестры, наверное, этого хватит на сегодняшнюю ночь. Богослужение, и чтение, и пение, и причастие, и все остальное. Родился царь, царь наш родился. Мы монархисты, не потому что у нас должны быть политические предпочтения только в сторону монархии. Мы, в принципе, монархисты, потому что у нас есть царь. Царя нашего звать Иисус Христос. Он царь мира, царь царей и великий архиерей. Мы служим царю своему, мы надеемся на царя своего. Ныне царь наш в изгнании, потому что миру наш царь не нужен, и мир нашего царя прогнал. Миру нужны спортсмены, политики, бизнесмены, балаболы, стендаперы, проститутки и гангстеры, ну и еще кинорежиссеры и киноактеры. Вот все, кто нужен миру. Христос миру не нужен. Христос изгнанный вон, как лакей за двери. На пиршестве мира Христос не нужен. Дай Бог, чтобы он был нужен христианам, потому что если он и христианам не нужен, то воистину огонь адский лижет в наши пятки. Нам должен быть нужен Иисус Христос, как наш царь, настоящий царь, который сегодня пребывает в изгнании. А мы его правительство в изгнании, или его оруженосцы, охраняющие его оружие, или его летописцы, хранящие хроники его священных дел, или его влюбленные почитатели, истинные рабы, которые ждем его возвращения. Мы должны ждать возвращения с небес на землю Господа нашего Иисуса Христа, потому что в этом мире у нас нет добрых царей, а есть только деспоты, обманщики, лгуны и издеватели. Начиная от начальника Жека, заканчивая там какой-нибудь там, кем хочешь назови. То есть с нас пьют кровь везде, и там, и сям. И мы никому не нужны, на самом деле, даже маме и папе мы не нужны по-настоящему. Мы нужны только Иисусу Христу, и больше никому. Поймите вы это. Вы никому не нужны. По-настоящему вы нужны только одному царю Христу, и больше никому. Клянусь никому. Всем остальным нужно что-нибудь от вас. А именно вы, как вы, нужны только Богу и больше никому. И если люди в Бога не верят, они живут всю жизнь никому не нужные, и им никто не нужен. И в этом эгоизме подыхает безумное человечество. Просто подыхает. Просто сегодня, вот сейчас, подыхает бессмысленным подыханием безумное человечество. А у нас есть царь. А у нас родился царь Христос. И мы должны служить царю Христу, потому что служить – это не позорно, это почетно. Служить великому царю – это великая привилегия. Как вы можете ему служить? Читайте Евангелие. Изучайте псалмы. Принесите ему в день какую-то маленькую милость, земной поклон, какую-то доброе, сдерживайте страсти свои. Душите их и вычищайте их из души своей. Это будет служба Господня. Посещайте без всякой лености как можно чаще божественные службы, потому что время коротко. Павел Святой сказал, «Сказываю вам, время коротко». Он не пошутил, он правду сказал. Просто Бог нас пожалел и продлил времена, чтобы нам появиться. Потому что нас бы иначе бы не было. Если бы времена закончились раньше, во времена Павла, мы бы не родились, не успели бы родиться. Ради нас Господь продлил времена, что мы родились, время коротко. Время коротко. Коротко время, возлюбленный. Царь родился, искупитель наших грехов, благодетель, врач, пастырь, дверь в вечную жизнь, путь, истина, собственно, сама жизнь, хая, Он, Господь. Что тут скажешь? Слава Богу за все. За милосердие Его к роду человеческому, за долготерпение Его, за будущее наказание и смирительное испытание, потому что и нужно потерпеть человеку иногда неприятные вещи для того, чтобы не гордиться, для того, чтобы поистине быть человеком. Ибо человек – это не гордое существо. Горький солгал, он не знал истину, он был балабол, порабощенный ложью. Максим, как его там, Григорий Максим, как его там, Господи Иисусе звали? Алексей Максимович, лжец, один из лжецов Красной эпохи. Человек не звучит гордо, нельзя гордо звучать человеку. Человек – это орган божественных восхвалений. Человек – это священник, а священнику нельзя гордиться. Человек должен воспевать славу Божию. Это его цель, это его суть, это его призвание. Вот сегодня, если хотите, вы узнали смысл жизни. Если желаете, если вы не знали этого раньше, чувствовали, но не понимали, то сегодня возвещает нам церковь смысл жизни. Родился наш царь. На земле он нужен очень немногому числу людей. С детства царь наш стал беженцем. Он лег на руки своей мамы и бежал в Египет от меча Иродова. А за его спиной раздавался плащ и стон, и меч солдатский резал беспощадно детей от двух лет и ниже по времени, которое было известно и испытано. То есть его дорога в Египет была услана кровью тех, кто был убит вместо него, телохранителей Господни. Много-много детей в пределах иудейских и галилейских. То есть он с детства был под угрозой смерти. Он был беженец, он был нищий, он был простой плотник, он был работяга, он был проповедник правды, он был оболганный и посаженный в тюрьму ни за что, он был бит ни за что и был убит ни за что. И это наш царь. Он нужен вам? Если вы скажете аминь, да, мне нужен этот царь. Царь ли и ситы? Спросил его Пилат. Царь, да, не от мира сего, царство мое. Господь не сказал. Он говорит, царство мне от мира сего. Если было бы от мира сего, слуги бы мы и подвязались за меня. Вот наш царь родился, добровольно родился, на тяжелую жизнь, чтобы нас всех искупить от рабства дьяволу, смерти и греха. Греху. Нужен нам этот царь или не нужен? В тайне сердца пусть себе, каждое сердце себе скажет. Я люблю царя своего, Христа Иисуса, он нужен мне, я служить ему буду или не буду? Я на кого надеюсь вообще? Я вообще о чем думаю? Что меня дальше ждет? В смерти моей на кого я буду надеяться? После смерти моей на кого я буду надеяться? На Божьем суде на кого я буду надеяться? Вообще, в чем надежда моя? Вот надежда ваша, христиане, это Господь Иисус Христос, самый чистый, самый невинный, никому зла не сделавший, никого не обидевший, кроме тех, которые сатанисты, потому что сатанисты всегда обижаются, особенно на правду Божию. Исцеляющий, милосердный, изливающий из себя миллиарды благодеяний до сегодняшнего дня и до конца века, и век века за гробом тоже. Вот наш Царь, он нам нужен, поверьте мне, он нам очень нужен. Вообще, миру больше, кроме Христа, никто не нужен. Но мир, как бесноватый, срывает себе повязки, как в горячий с небольной, срывает себе бинты там и повязки, говорит, не нужно ничего, я сам, 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 я сам достигну бессмертия, я сам достигну счастья, я сам полечу в космос, я сам сейчас сяду в ракету и полечу на другие планеты, сейчас я сам придумаю лекарство от рака и буду жить вечно, я сам, 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 слышали такие голоса? Это бесноватые люди, это по-настоящему бесноватые люди, они глупые и они умрут навеки, если не покаются. Правда Божия в том, что кроме Иисуса Христа нет ни смысла, ни правды, ни истины, и вечной жизни за его пределами тоже нету. Поэтому, если хотите, примите и сохраните. Сегодня у вас появился настоящий смысл жизни, родился Христос Господь, с которым мы должны шаг за шагом пройти всю его жизнь, от купелей и колыбелей до голгофа и гроба и воскресения, должны служить ему и Иисусу Христу, потому что больше служить некому и незачем. Все остальное рухнуло и исчезло. А теперь осталось нас только одно, только небо и только Христос. Вот и служите Ему, как можете. И Он вас не обманет, и Он вас не обидит. А будете служить другому кому-нибудь, обманут вас и обидят вас, и жалко мне вас не будет, потому что вы правду Божию знаете, исполняйте ее. Христос родился. Аминь.